Всем привет! С вами Игорь Ахмедов, канал This is Anglia. Идёт восьмая, даже заканчивается восьмая неделя университета. Это означает, что до конца учебного года, то есть не учебного года, до конца семестра и до зимних каникул остаётся всего лишь четыре недели, то есть целый месяц. Очень-очень мало. За это время мне нужно ещё две презентации издать и одно эссе. Вот. Но сегодня мы поговорим не об этом, сегодня мы поговорим об зубном, о зубном враче. Я, ну, последний, как бы, до переезда в Англию, наверное, мне было лет 13-14, может, даже меньше, когда я ходил к зубному, то есть это был год 2008, может быть, и о зубах. Я своих особо никогда не заботился, о чём сейчас жалею. Ну, так, даже когда был маленький, не любил вообще зубы чистить, потом как бы начал чистить. И вот, наверное, с 2008 года я пошёл к зубному уже первый раз только в 2013-м, когда я был в армии. И мне достаточно много работ было, чтобы нужно было сделать с зубами. И мне сделали, значит, один зуб, и в нём нужно было делать этот корень, то есть рут-канал. Я не знаю, как канал корня или как-то так это делают, когда оттуда всё вычищают нерв, удаляют, вроде нервы удаляют, как бы там что-то другое, новое, заливают. В общем, я не уверен насчёт процедуры, как делают этот рут-канал. Я знаю, что она стоит достаточно дорого, а в армии была бесплатная зубная помощь, поэтому мне сделали один зуб. Потом у меня был ещё один раз, поэтому очень сложно было в армии найти время к зубному, поскольку очень много людей хотело, и когда было учение, нам не разрешали, им сделали второй зуб. Один зуб остался нормально, второй зуб мне сделали, но через какое-то время он начал опять болеть. И мы были на учениях весенний шторм, вот, были учения весенний шторм, и у меня настолько начал болеть зуб, что мне прописали таблетки на основе морфия. То есть это такие таблетки, знаете, которые просто в аптеках не купишь. Я был на этих таблетках где-то двое суток, потом мне сказали, что больше нам тебе эти таблетки давать нельзя, а мы тебе к зубному отправили. Меня отправили к зубному в Таллин, чтобы было достаточно хорошо, я мог выбраться из палатки, я смог сходить в душ. Меня отправили к зубному, где мне сделали ещё один канал на зубе. И сейчас я вам скажу, с какой стороны этот зуб даже был. Вот тут вот, тут что-ли был зуб. С этой стороны челюсти, то есть с самой крайней сверху. И что сделал? Мне этот зуб сделали, но получилось так, что у него переделали и больше не болело. Я пришёл в Англию, ну, повернулся домой и пошёл к зубному в июне месяце. У меня было немножечко денег и решил, ну, нужно сделать себе план. И, как бы, тот зубной врач, он лечил всю мою семью, поэтому сначала он мне сделал такой план со скидочками, то есть достаточно дешёвый. И сделал мне, раз, сейчас скажу, сделал мне рут-канал, то есть мне сделал ещё один канал, он нашёл, который нужно сделать. И всё. Вот что самое интересное, что я сделал только этот самый канал. Заплатил за канал 220 фунтов. И потом я около целого года, или даже двух лет, да, я около двух лет не ходил, просто потому, что у меня не было денег. Вот, честно скажу, что у меня просто, я пошёл в университет, меня зубы не беспокоили, у меня не было денег, я решил не ходить. И в апреле прошлого года, 2016-го, я решил опять пойти. Опять-таки скажу, что денег у меня больше не прибавилось, но и зубы не болели. Это самое главное, зубы никогда не болели, вот кроме того одного раза, когда мне делали канал. Переделывали, даже точнее. Зубы у меня не болели, но затем он пошёл, решил сделать. И начал делать, цены уже, конечно, поднялись, два года прошло, но были всё-таки дешевле, опять-таки, чем его обычные цены в практике. И вот он мне делал зубы, делал, 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 и мне оставалось сделать, вот вчера я ходил в последний раз, оставалось сделать три зуба. Был один с этой стороны и два с этой. Я обычно делал как? Что я обычно делал зуб, приходил на одну ту самую и делал один зуб. Цена как бы не менялась, 80 фунтов было за одну пломбу. Обычно некоторые зубы были две пломбы, то есть 160, некоторые были только один. И не было разницы, насколько велика дырка. Но самое хорошее, что было ещё у моего зубного, что он мне сделал этот план, и когда он мне находил что-то другое, у меня был один зуб, где он делал, и нашёл, что там рядом на другом зубе, что он раньше не видел, и он мне сделал это за бесплатно. Вот. И в конце концов я решил, что мне надоело уже терпеть, но ходить каждый раз, там что-то делать. И я решил, что я соберу денег, ну как я их собрал, я взял те деньги, за которые я должен был платить за свою учёбу в январе. То есть на декабрь у меня есть что-то заплатить, на учёбу на январе мне ещё нужно собрать. Я решил, я возьму оттуда и просто пойду и сделаю зубы. И должно было выйти 480 фунтов. Он сверлил мне зубы около 2 часов, ну там час и 45 минут где-то. Он делал мои зубы. С этой стороны один зуб, который я сначала думал, что достаточно просто всё будет, оказалось там, что нужно будет переделывать, то есть не переделывать, а что возможно нужно будет канал лечить опять-таки. Что он сказал, я не хочу этого делать, если это возможно. Поэтому он тебе это сделал, но если будет болеть когда-либо, то возможно он будет сделать канал. Сделал 2 этих зуба, начал делать этот. Сначала должен был тоже маленькая, ну небольшая там, кариес или как его он сделал. Рассверлил немножечко, увидел, что ещё больше, но сделал, всё сделал. И в конце я уже подхожу к кассе и думаю, ну что ж, плакали мои денежки, прощайте. А он, ну как, нормальный врач, он взял и сделал мне скидочку. То есть вместо 480, что я должен был заплатить, вчера я заплатил всего лишь 300. То есть на 180 фунтов дешевле. И это было, я был очень доволен, был очень рад. К тому же я был рад, что все зубы теперь сделаны. Мне теперь через 3 месяца придётся, ну если у меня раньше не заболят, то что у меня зубы там сделал, потому что опять-таки канал возможно нужно лечить, если раньше не заболеть, так через 3 месяца придётся теперь идти на обычный плановый осмотр. Вот. Зубы это дорогая вещь. Я хочу сказать в конце, сколько я заплатил за мои зубы. За свои зубы я заплатил 1650 фунтов. Так что если меня смотрят люди, которые помоложе, особенно дети, хотя навряд ли меня будут смотреть дети, то обязательно чистите свои зубы, ходите к зубному. Если у вас в странах для детей есть бесплатная зубная услуга, обязательно её пользуйтесь. А взрослые, опять-таки, если вы живёте в такой стране, где у вас есть зубы, зубы можно лечить бесплатно, дайте мне знать, я хочу переехать в эту страну. Потому что я всё платил из своего кармана. У нас есть в Англии страховки зубные, но там так, что ты должен же прийти с здоровыми зубами, либо ты только что сделал свои зубы и застраховал их. Иначе, например, если у меня уже дырки были, эти дырки страховка не покрывает, я бы должен был всё равно сам платить. Поэтому я заплачил 1650. Я думал, что я заплачу на самом деле больше. Я думал, что я заплатил около 2,5, но оказывается, я заплатил всего лишь 1650. Что мне очень-очень нравится. 1650 это намного лучше, чем 2000, да? Но всё равно достаточно дорого. Поэтому следите за своими зубами, лечите их вовремя, и тогда вам не придётся, как мне, постоянно ходить и выкладывать такие большие суммы денег. Всем спасибо, что вы меня смотрели. Если вы ещё не успели подписаться, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и до встречи в следующем видео.